всем огромный привет и у нас сегодня замечательный выходной сегодня суббота и по-прежнему у нас еще весны и у так вот так выглядит у нас улица снега больше чем в прошлой неделе вчера у нас начался снегопад и все вот так вот интересно замело но у нас птички прилетели смотрите какой красненький кардинал я их подкармливаю в этом году потому что когда снег вокруг у них нет источника питания поэтому я пытаюсь им помочь я ставлю такой вот кормушку и иногда яблочки выношу но яблочки больше для белочек потому что они тоже голодненькие в общем вот такая у нас сегодня красота помидоры мои растут не по дням а по часам фу-фу как бы не сглазить я их ждала с октября и наконец-то они более-менее так существенно подросли зацветать они еще конечно не собираются но уже довольно большие я поставил такие подпорки временно потому что они уже большие но слишком большие палки я ставить не хотела просто небольшие такие вот деревянные штучки втыкнуть было хорошо и сегодня настал тот день когда я буду пересаживать мою большую фиалочку из этого маленького стеклянного глобуса и так приступим я реально не знаю что ожидает сама потому что я еще ни разу не вытаскивал такое растение из такого маленького горшочка и первым делом я все-таки хочу сначала вытащить чтобы понять чем я не веду дело и вытащился он очень очень хорошо что радует корней особо нет почищу листочки которые здесь уже внизу маленькие умирающие и особо я заморачиваться не буду и посажу его так как есть теперь я возьму свой стаканчик отрежу дырочку все стандартно года и вот такой шнурочек я по-прежнему люблю использовать субстрат на основе торфа потому что он самый такой легкий и сейчас я воткну мою фиалочку корней тут нет вообще нет на чем она жила я не представляю значит тогда обдерем то что было и зачистим стволик чтобы он лучше укоренялся и срежем вниз пробуем и мне это вот не особо нравится поэтому я поставлю это все в воду и подожду пока корни укоренятся и скорее всего я просто положу эту водичку пленочкой закрывать не буду потому что это большая фиалочка она сидит очень хорошо в стаканчике и самое лучшее место это всегда на солнышке я буду за ней теперь теперь я буду за ним наблюдать и посмотрю как она будет дальше расти и позже я уже это все пересажу в следующие вот так вот выглядит наше весеннее весенний выходной я немножко поспешила и я так хотела весну что уже выставил все мои весенние цветочки на улицу но выпал снег мои рыбки пруд уже почти растаял вчера кстати он замерз полностью даже не было никаких отверстий а сейчас он уже почти весь открылся и у меня новая статуэтка теперь это собачка раньше был там не поймешь кто но сейчас вот это симпатяга у меня у нас небольшие изменения во дворе дело в том что на нас напала соседская собака и мы решили отгородиться вот таким небольшим забором он был совершенно отвратительный такой был страшный страшный забор потому что мы его делаем на скорую руку быстрей быстрей и я терпеть не могла придумал что на него можно вешать вот такие красивые цветочки так что у меня теперь сад зацветает неважно снег на улице или солнышко он у меня все время цветет и у меня теперь появились вот такие вот ветродуи я не знаю как вы их называете вентиляторы но они здесь по причине что каждую весну у меня зайка устраивает гнездо вот здесь в траве и потом моя собака приходит и убивает зайчат и это уже было наверное года три-четыре потом я где-то прочитал что если сделать вот такие вот вентиляторы то зайки будут чувствовать движение и они не будут устраивать гнезда потому что я уже во первых мне очень жалко зайчат во вторых я их отвожу к ветеринару чтобы их там спасли ну это уже начинает быть таким не очень интересным делом смотрите какой у меня фонарь тоже весь с цветочками и в прошлый в прошлом году мы поставили вот такой вот вот такую арку который тоже отгораживает наш двор от улицы ну и конечно же я ее тоже нарядила вчера я была в магазине и купила вот такие вот фонарики я была в крисмас три шап вот так вот стоили они 13 долларов и это хрустальные вот такие шарики которые работают от соло энергии у меня есть уже такие шарики на арке смотрите вот тут среди лист среди моих красивых цветов есть такие шарики это гирлянда и она работает вот от такой вот солнечной панельки в принципе уже чувствую приближение смотрите что у меня здесь пробивается это цветочки тут у меня тоже был цветочек но его выкопала белка я прошлой осенью сажала много-много очень луковиц которые должны с тюльпанами но их половина выкопала итак сегодня я буду делать вот такие вот фонарики я думаю их повесить вот сюда на забор ту 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 и посмотреть как они будут гореть ночью так вот выглядит мои лампочки когда их вытащила из коробки смотреть какие бриллианты мне нравится что они внутри не пустые они полностью заполнены стеклом смотрите как классно и мы сегодня вышли на прогулку день был просто шикарный и что мы увидели у нас на маленьком пруду смотрите сейчас я вам увеличу у нас уже прилетели уточки все это уже значит дело к весне мы как-то наверное месяц назад встретили охотника здесь и он как раз охотился на уток ну так вот он когда пришел он он не нашел ни одной уточки потому что их тут не было они куда-то улетают на зиму а теперь такая красота у нас сейчас закат день был просто волшебный ребята смотрите что я еще нашла у себя на прогулке вот здесь видите эту птичку это голубая цапля они очень редкие они у нас живут она караулит добычу рыбка или кто-то там лягушка она и быстренько цапает и вот так выглядят мои фонарики ночью совершенно волшебно и вот такой замечательный выходной у меня выдался погода была в оба дня просто шикарные снимала я вам этот влог наверное дня два даже три потому что каждый день что-то случалось новенькое что-то интересненькое и у меня есть небольшое объявление для вас где-то наверное с октября я начала очень увлекаться йогой во первых чем старше вы становитесь тем больше вам нужно заниматься йогой и она мне очень подходит тем что темп занимание очень медленный это очень расслабляет но в то же время вы видите результат от тренировки буквально очень быстро на следующий день и моя любимая учительница йоги она отмечает 40-летие своей карьеры и она дарит всем желающим кто хочет присоединиться к йоге к нашему классу два бесплатных онлайн занятия я занимаюсь онлайн потому что мне больше нравится заниматься онлайн я занимаюсь вот здесь на полу я зажигаю свечи я раскладываю свой коврик закрывает дверь и получается очень такая спокойная расслабленная обстановка мне самое главное что на меня никто не смотрит потому что когда на меня кто-то смотрит я не могу расслабиться вообще я всегда думаю ой может быть я что-то не так делаю и несколько раз когда я пыталась заняться йогой а в зале учительница подходила и говорила выплему колену или там у меня что-то не так достаточно назад смотрит в результате мне было уже неудобно и вообще как-то я не могла чувствовать себя в своей тарелке и поэтому очень много раз я пыталась но никогда все время бросала и так вот теперь я нашла учительницу которая абсолютный профессионал своего дела от которой у меня есть реальные результаты и которые не очень-очень нравятся как человек поэтому если вы присоединитесь к нашему классу я буду рада но если нет то тоже все равно я пойму все всем спокойной ночи и доброго дня если вы смотрите это дню и на скорых встреч